Добрый день, у микрофона Мария Кожевникова начинается наша программа и в гостях у нас Роман Вячеславович Цибелев, врач высшей категории, заведующий хирургическим отделением клиники Кировского ГМУ. Здравствуйте. Добрый день. Ну, в последнее время клиника ГМУ стала известна многим кировчанам, потому что там проводят испытания вакцины от коронавируса. Мы же наших слушателей с этой клиникой решили познакомить, все увидели, что там есть не только прием врачей, там есть стационар, палаты, где за больными ведется внимательное наблюдение. Расскажите вообще подробнее, как организована работа учреждения. Да, действительно, наша клиника участвовала в испытаниях, третий этап испытания вакцины от коронавируса, разработанным Федеральным институтом имени Чумакова. Да, такое было. Как бы испытания еще идут. И наша клиника в числе трех других клиник Новосибирской, Санкт-Петербурга и Кирова на базе нашей клиники были испытания проведены. А так, наша клиника является клиническим подразделением нашего Кировского медуниверситета. То есть, что такое клиническое? Мы обычная медицинская организация, как любая другая городская или областная больница в Кирове или в России. Наше отличие лишь в том, что мы являемся подразделением медуниверситета. А так, как бы, у нас обычная больница. Есть поликлиника, есть больница? Конечно, вот все, что есть в обычной больнице, там поликлиническое отделение, да, ну, у нас называется на клинике диагностическое отделение. Там, где ведется амбулаторный прием, там, где проводятся консультативные какие-то приемы, да. Если выясняется, что нужна госпитализация, человек может прямо здесь. Да, конечно, то есть, прямо здесь мы можем его госпитализировать. Ну, в основном мы, конечно, занимаемся плановыми больными, то есть, у нас госпитализация в клинику плановая. Но, тем не менее, как бы, мы наряду с другими городскими больницами также лечим. Ну, вообще, вот если посмотреть этот сюжет, да, где показывали клинику во время испытания вакцины, там палаты очень сильно отличаются от того, что мы привыкли видеть. Там по два человека в палате, это вот все таки есть, это вся клиника такая? Ну, у нас, значит, в клинике есть стационар, да, то есть, стационар есть дневной, есть стационар круглосуточный, с круглосуточным наблюдением среднего персонала, да, и врачебным наблюдением, естественно, как бы, то есть, лечащие врачи. По-русски говоря, человек лежит в больнице. Да, обычная больница, да, то есть, и вот круглосуточные стационары у нас есть при хирургическом отделении, неврологическом и терапевтическом. Естественно, есть для тяжелых больных или больных, которые нуждаются в наблюдении более пристально, есть отделение реанимации. Да, вот. По два человека в палате, да? А, ну, палаты у нас, да, такие малые вместимости, то есть, они со всеми удобствами, там, с отдельным санузлом, то есть, пребывание в клинике у нас в стационаре, оно достаточно комфортное. Ну, да, с учетом еще пандемии, да, чем меньше контактов. А вообще, вот, с учетом пандемии, вы в прежнем режиме работаете или что-то поменялось? Пандемия, она все равно в этом году, как бы, оставила след во всех сферах жизни нашей, да, то есть, везде какие-то ограничения введены, естественно, и в лечебных учреждениях тоже. Хотя мы, так скажем, не боремся с коронавирусом, мы занимаемся другим немного профилем, да, медицинским. Да, то есть, отделения коронавирусного у вас нет? Нет, у нас... Никакого там, да. Нет, нет, ну, то есть, то, что были, вы говорили, испытания, да, ну, то есть, испытания вакцины, были госпитализированы добровольцы, за которыми наблюдали после вакцинирования, да, брали анализы, вот. Ну, а так, да, ограничения, скажем, в плане того, что более пристально мы относимся к поступающим нашим пациентам, то есть, уже на, так скажем, в приемном отделении, в приемном покое, ну, как и всегда, как и до эпидемии было заведено, там, термометрия, там, общий осмотр врача, вот. Ну, если есть какие-то подозрения, естественно, мы принимаем меры. Вообще, вот клиника медуниверситета, да, может быть, для обывателя может сложиться такое впечатление, да, что это какое-то место, где там студенты проходят практику, ординатуру, да. Да, вот есть что-то общее в реальной жизни с этим или нет, или все-таки? Да, являемся медицинской организацией, и медицинской организацией при университете медицинском, то есть, может, как вы сказали, сложится такое впечатление, что... Ну, там, и студентики работают, да, как можно сказать. Студенты, конечно, студенты, ординаторы приходят нам на практику, да, такое бывает, как и везде, как и во всех больницах города обязательно, то есть, есть практика. Но ведением больных, там, постановкой диагнозов, да, там, тем более какими-то хирургическими манипуляциями занимаются доктора, врачи, да, у которых есть сертификаты соответствующие, да. То есть, врачи-специалисты этим занимаются. Некоторые из наших, очень многие из наших докторов, они, естественно, занимаются еще и преподавательской деятельностью, да, на кафедрах медуниверситета. Вот, то есть, совмещают, так скажем, свою лечебную деятельность с преподавательской, но это, я считаю, только плюс большой для... Ну, то есть, люди с учеными степенями. С учеными степенями, да, у нас работают кандидаты и даже доктора, ну, так что... Может быть, еще о диагностике, о технологиях что-то расскажете? Ну, мы пытаемся, да, идти в ногу со временем. Как я уже сказал, в нашей клинике, как в любой другой медицинской организации, есть все подразделения, да, которые должны быть в больнице в любой. У нас есть диагностические подразделения, куда входит лаборатория, входят кабинеты ультразвуковой диагностики, то есть, там работают доктора с большим стажем у нас, да, ультразвуковой диагностики. Аппаратура, естественно, как бы, она экспертного класса, вот. Отделение лучевой диагностики, рентгенологические, да, служба. При ней есть кабинет компьютерной томографии, то есть, есть компьютерный томограф, там, для каких-то, там, скажем, сложных диагностических случаев. Доскопическое отделение, эндоскопический кабинет, где делаются фиброгастроскопии, колоноскопии, там, бронхоскопии. То есть, все, что необходимо для диагностики, постановки быстрого и верного диагноза, да, и, соответственно, правильного лечения. Ну, мы сейчас о таких всеобщих, да, вопросах говорим, а вы все-таки врач-хирург, и давайте, может быть, немножко углубимся. Ну, вот, наше хирургическое отделение, оно, хотя и небольшое, да, но оно такое разноплановое, я бы сказал. То есть, кроме обычных врачей-хирургов, у нас есть врачи-сосудистые хирурги, врач-сосудистый хирург-флеболог, да, который занимается флебологией, то есть, заболеваниями, хроническими заболеваниями вен нижних конечностей. Есть врач-ортопед, который занимается различными ортопедическими, да, заболеваниями. Основное направление у нас в клинике, в хирургическом отделении, это плановая хирургия. То есть обычная плановая хирургия – это, я как сказал уже, хронические заболевания вен, варикозная болезнь, посттравматическая болезнь, различные врожденные аномалии сосудистые тоже иногда попадают к нам. Следующее направление немаловажное – это лечение грыж, брюшной стенки, любой локализации. В том числе мы занимаемся и малоинвазивным лепароскопическим лечением грыж. Желчнокаменная болезнь очень актуальна сейчас, то есть тоже лепароскопическое, малоинвазивное лечение желчнокаменной болезни и осложнений. И ортопедическая помощь, то есть по профилю ортопедии мы оказываем помощь плановую. Там различные деформации стоп, различные заболевания суставов. То есть доктор ортопед у нас очень, так скажем, лечит хорошо недавно. Он, кстати, тоже преподаватель на кафедре металлогии в университете. Давайте, может быть, подробнее, допустим, о флебологии вы сказали. Какие это проблемы, с чем чаще всего кировчане обращаются? Основная проблема – это варикозная болезнь. То есть вот если посмотреть по статистике, то примерно где-то около 69, даже 70% в популяции старше 18 лет имеют те или иные признаки варикозной болезни. То есть чаще, конечно, она бывает у женщин. Очень большое влияние здесь имеет генетическая предрасположенность. Вообще варикозная болезнь, она проявляется не только как бы сосудистыми звездочками, то есть какими-то косметическими или эстетическими дефектами. Но если затягивать с ее лечением, могут быть различные осложнения в виде трофических нарушений, дерматитов, экзема варикозной, даже образования трофических язв. Поэтому чаще, конечно, обращаются с этим. Но я хочу сказать, что… Тянут и обращаются уже с последствиями. Да, вот бывает так, что трудно бывает лечить трофические нарушения при варикозной болезни, но тем не менее все равно мы лечим, потому что как бы мы считаемся лебологическим отделением с одной стороны. А методы лечения? Методы лечения сейчас варикозной болезни вообще очень разнообразные. Ну, сразу хочу сказать, что варикозная болезнь, она лечится только хирургическим путем. Есть… Вот раньше существовал единственный метод лечения хирургический, так называемая открытая операция с большими разрезами, с травматическими очень… такими моментами, как механическое удаление подкожной варикозной вены, да. После таких операций шрамы, да, болевой синдром, отеки, гематомы. То есть человек долго находился и в стационаре после операции, и чтобы приступить к работе, да, к своему… ну, хотя бы войти в обычный свой жизненный ритм, как до операции, приходилось там, может быть, там, некоторых месяц или даже больше провести на больничном листе. Сейчас, конечно, флебология шагнула далеко, да. Основным методом лечения сейчас являются малоинвазивные методы лечения. Вот в флебологической практике это так называемые термические методы, то есть с применением, вот у нас с применением лазера, да, то есть эндовенозной лазерной облитерации. Это операция, она все равно считается операцией, хотя она, в общем-то, амбулаторная, может проводиться и на дневном стационаре, да, и может вообще в амбулаторной практике проводиться. То есть человек приходит к нам, оперируется, и в этот же день мы его отпускаем, да, то есть приходит потом к нам на контрольные осмотры, и государь очень щадящая, да. Но тем не менее она... Период восстановления короткий, да. Период восстановления короткий, да. То есть вот в основном из-за этого она сейчас выходит на первый план, да, во всех клиниках, тем более у нас, в клинике нашего медуниверситета. Грыжи различной локализации, также мы лечим их успешно. То есть чем страшна грыжа? Не только дефектам, да, а тем, что могут быть различные осложнения, например, ущемление грыжи, что требует экстренной операции. А экстренные вы делаете? Нет, экстренные мы делаем, но редко очень. Вы делаете плановые? В основном мы плановые, да. То есть экстренная хирургия – это больница скорой медицинской помощи. В экстренных случаях иногда при грыжах, во-первых, увеличивается объем операции, также это сказывается и на последующей реабилитации, да, и вообще на общем состоянии больного. Поэтому грыжи мы лечим, лечим мы также их обычным методом, лечим лепароскопически, малоинвазивно, то есть через проколы, да, как говорят в народе, с успехом. Применяем метод алогерниопластики в основном, то есть установка имплантов, да. Все, что слышу, главное не затянуть, главное прийти вовремя, да, и сделать это спокойно, в нормальных условиях. Да, ну вот я говорю, что мы плановые занимаемся медициной, да, плановой хирургией, но тем не менее любая хроническая болезнь может привести к осложнениям, которые могут фатально сказаться, да, на здоровье. Экстр медицинских услуг широкий в нашей клинике, то есть мы оказываем услуги по хирургии, пластической хирургии, сосудистой хирургии, ортопедии, травматологии. Так как есть неврологическое отделение, то по неврологии, по терапии, кардиологии, также в нашей клинике есть стоматологическая поликлиника, кстати говоря, то есть там работают стоматологи. Будем заканчивать нашу программу. В гостях у нас был Роман Вячеславович Циберев, врач высшей категории, заведующий хирургическим отделением клиники Кировского ГМУ. Спасибо вам большое за разговор. До свидания. Спасибо за приглашение. До свидания. Полезный город Имеется противопоказание. Проконсультируйтесь у специалиста.